здравствуйте дорогие зрители спасибо всем тем из вас кто делает донаты 100 рублей на кошелек это действительно ничего а мне приятно и так с удовольствием отвечу на вопросы которые поступили в чат почему женщины боятся знакомиться но причина страха это отсутствие любви наша душа святое место святое место просто не бывает если в душе нет любви то там страх поселяется поэтому женщины которые боятся познакомиться они не любят ни себя ни мужчин они не умеют любить они не научились любить самому главному в своей жизни так что ну какое общение с такими женщинами будет конечно это будет напрягать очень здорово вообще по внешному виду женщины можно понять что она собой представляет я уже говорил что женщины худые они это женщины у которых страхов много они всего боятся всего поэтому такая женщина всегда себя будет чувствовать жертвой вот и в общем отношения с ней лучше не не начинать и противоположность но другая крайность это толстые женщины они могут быть с виду и добрыми но внутри у них сидит большая большая злоба озлобленность ненависть они накопили эти негативные чувства и вот их от этих чувств уже пучит вот они вот так вот разбухли от них поэтому тоже лучше с такими не связываться если причин много почему женщины не хотят знакомиться вот но прежде всего это страх конечно страх и женщин запугивают там библия запугивает помните да да убоится жена мужа своего ну что страх это самое примитивное это самое понятно это самое то что не нужно никому объяснять то что присутствует у всех а вот любовь любовь ее надо развивать ее надо надо культивировать научиться любить так что вот это действительно проблема а а так женщина которая хочет познакомиться она всем своим видом будет это показывать и помните что она до королева королева и первая знакомиться королева подходит вот значит елизавета вторая да она сделала предложение своему будущему мужу сама то есть вот это привилегия королев наши женщины не хотят быть королевами они хотят быть ну кем угодно только не королевами не принцессами в душе их так воспитывают и поэтому они ждут когда к ним мужчина подойдет но так так можно прождать всю жизнь и не дождаться принца своего поэтому не берите женщины дорогие все в свои руки и в первую очередь развивайте в себе потенциал женственности второе уверенность в себе но не путайте уверенность себе с мужиковатостью уверенная в себе женщина самодостаточная независимая она берет в рот без разрешения но она всячески показывает свое либидо свое желание это очень важно к сожалению наша культура наша культура пуританская и религия доминирует и подавляется сексуальность самое главное то что вообще-то приносит массу удовольствия и женщины в себе это подавляют что в корне неверно но общество осудит женщину которая обнажается которая показывает грудь и другие аппетитные части тела которая флиртует с мужчиной хочет понравиться мужчине вот у нас это все осуждается к сожалению так дальше страхи на потом воспитание наше пуританское дальше интеллект интеллект слишком умные все слишком все умные это беда это не это никакое не счастье быть умной женщиной да это беда почему потому что ум оттачивается благодаря чему благодаря критике самокритике вот и вот так вот привыкаешь и переносишь эту критику на все в том числе на свою внешность на мужчину и так далее она критика по своей природе ведь социальна вот она построена на сравнении да вот так как говорят все познается в сравнении таким образом женщина на постоянно сравнивает себя с другими и и всегда она будет недовольна собой почему потому что всегда найдется женщина более красивая более молодая более успешная более раскрепощенная более привлекательная более аппетитная более обворожительно и так далее и так далее так что залог успеха это отключить ум свой отключить мозги но что происходит и ну даже если женщина отключит мозги как писал Ницше и и голова отдавшись этой хлябе пошла к чертям да нет же нет же к бабе женщина от любви умнеет женщина от любви умнеет вот так и и поэтому и теряет голову мужчина мужчина может так потерять что вообще остаться без трусов так что ну так и ну так и происходит да вот поэтому здесь нужна истинная любовь истинная любовь безусловная любовь к себе и к мужчине это этому надо учиться учиться потом комплексы конечно мешают очень ознакомиться ну комплекс то какой комплекс неполноценности вот женщина может считать что с ней что то не так что вообще и в первую очередь она будет думать что проявление сексуальности это вот ненормально это нормально это нормально когда вы пристально посмотрели на мужчину улыбнулись ему подмигнули вот и вам должно хватить уверенности если вдруг мужчина не проявит должного рвения в ответ то вам должно хватить уверенности не усомниться в собственной привлекательности в собственной харизме в собственной сексуальной я бы сказал в собственном сексуальном потенциале вот но опять же вот уверенность нужна уверенность из чего складывается ну это когда женщину любили отец любил мать любила и давали ей возможность общаться там с мальчиками дружить и так далее и так далее в общем воспитывались здоровым человеком и так комплексы комплексы мешают да поэтому вот научиться не зацикливаться на этом у мужчины тоже комплекс вот раздеться например стесняются фигуру показать и так далее вот и почему откуда страх такой вот страх от того что будут критиковать вот поэтому правило какое золотое не критиковать никого никогда тем более тем более в постели тем более в состоянии интимной близости когда тебе доверяют когда тебе показывают все да когда отдаются тебе вот нельзя критиковать это высшее проявление доверия поэтому его нельзя обманывать но тема доверия очень большая сложная серьезная и все войны на мой взгляд конфликты проблемы связаны как раз с этим с отсутствием доверия и с обманутым доверием тем не менее рискуйте кто не рискует тот не пьет шампанское вот что еще что еще важно что еще мешает конечно ожидание ожидание социум социальное влияние социальное влияние да часто что женщина выбирает не сердцем а умом опять же ум очень портит женщину вообще умные женщины это это катастрофа это катастрофа вот социальное жить надо сердцем сердцем и вот веление сердца увидели мужчину сердце ёкнуло все подходите к нему не надо бояться своих проявления своих чувств если вы не готовы проявлять эти чувства если вы их подавляете вы их и дальше будете подавлять проявляете чувствуете это не глупость это наоборот высшая степень мудрости выражать проявлять свои чувства вот говорят что плохих чувств не бывает ну можно отчасти согласиться с этим потому что все наши чувства они служат и имеют позитивное намерение свое да и служат определенным целям и это все краски краски благодаря которым картина нашей жизни становится яркой интересной насыщенной наполненной и мы способны переживать весь спектр чувств нам интересно жить так что обязательно да женщины все таки ну слабость надо сразу демонстрировать свою женщины дорогие девушки они они казаться сильными сильная женщина она обречена на одиночество она потому что ей мужчина не нужен и такими воспитывают к сожалению женщин чтобы быть независимыми самодостаточными вот самостоятельными и поэтому они не реализуются как женщины вот так что сразу проявляйте слабость свою сразу падайте к ногам мужчины и просите сделать себе искусственное дыхание рот в рот и мужчина я думаю не один мужчина не захочет не захочет оставить вас в таком беспомощном состоянии или не воспользоваться вашим беспомощным состоянием но и тот и другой вариант подходит нам подходит правильно женщина так что еще что еще самое главное самое главное перестаньте относиться потребительски к мужчине оценивающим оценивать его внешность возраст еще что то смотрите с любовью на любого мужчину любого мужчину которого вы встречаете смотрите на него с любовью и делайте ему комплименты все несчастья начинаются же в голове начинаются с мыслей ваших что вы оцениваете фу какой идет там такой сякой пятый десятый то есть чем мозг ваш занят не делом он занят он занят выискиванием недостатков и так вы будете и так вы привыкнете потом привычка сформируется у вас искать мужчин недостатки и вот начнете потом блох выискивать ужас что это будет это будет это будет кошмар кошмар и вы скажете ну все идеалов не существует вы сами идеальные вот идеалов не существует значит и у себя не выискивайте тоже не занимайтесь самокритикой дальше надо конечно женщина которая не любит себя она очень много работает работа как-то сильно препятствует вот этому энергетике такой возникновению либидо вот надо больше отдыхать больше отдыхать больше заниматься собой больше всяких всяких себе позволять спа процедур удовольствий каких-то приятного 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 препровождения у нас женщин приучают к труду то есть женщин делают рабочих лошадок вот это тоже влияет на либидо очень сильно и на приоритеты жизненные так что что у нас в приоритете с вами у нас с вами в приоритете любовь во всех ее проявлениях вот учимся любить учимся любить и конечно конечно ставить мужчину на пьедестал мужчина король и кто делает мужчину мужчиной кто только женщина только женщина в остальном мы все функции но такое общество но оно функциональное зато да но мужчина становится мужчиной мужественным может себя проявить в самых самых таких самые прекрасные я бы сказал стороны только благодаря женщине только благодаря женщине поэтому относиться к мужчине нужно соответствующим образом ни в коем случае не унижать его и не а у женщины что вот которая женщины которые боятся подойти к мужчине да почему что у них негативные мысли да страх страх основа страх же основа страх обиды какие-то обиды еще страх страх разрушителен то есть страх женщину разрушают и этот страх будет и отношения разрушать и мужчину он будет передаваться мужчине вместо того чтобы чувствовать себя королем он будет трястись рядом с женщиной которая будет напускать на него страх и что делать стыдить виноватить то есть разрушать мужчину будет так что зачем такое зачем такие женщины нужны они не нужны они поэтому женщин столько одиноких женщин и одиноких мужчин тоже много но выход есть выход есть это пройти психотерапию полюбить себя и раскрепоститься вот и понять свое истинное призвание а истинное призвание человека это любить любить и быть любимым и чем дольше это длится тем лучше чем тем жизнь прекраснее счастливее и наполненнее и тем человек здоровее потому что женская энергетика она целительна влюбленность любовь она целительна вы наполнитесь этой энергетикой и происходит исцеление исцеление от всех болезней включая женские мужские вот потенция возвращается это это женщина нужна которую вы любите и которая любит вас и все сразу все сразу получается и сразу половой акт становится просто актом божественного творения вот так что имейте это ввиду и всем всем любви желаю всем желаю любви но помните что чтобы любить надо прислушиваться к своему сердцу к своей душе только так к своим ощущениям вот а ощущения не обманут не обманут вы сразу почувствуете влечение вот почувствовали влечение почувствовали себя лучше иначе почувствовали толк вот сразу находите возможности для знакомства сразу подходите к мужчине к женщине мужчины подходите тоже потому что если вы почувствовали что-то к женщине значит она она послала вам сигнал она посылает в мир импульс тоже и вполне возможно что у вас все и получится с ней вот тут очень важна смелость нас делают конечно такими неуверенными в себе делают как бы ну проявления мужские проявления осуждаются да вот это настойчивость настырность какая-то ну вот подойти к женщине да разговор с ней завести все прочее прочее осуждается что-то запугали этими домогательствами вот ну для чего это сделано опять же чтобы люди боялись чтобы держать в страхе социальное влияние оно негативное всегда и в страхе держат людей не случайно для того чтобы они не любили просто и были несчастными а несчастный человек что он ищет он ищет способы как-то это несчастье заглушить и какие это способы тоже негативные вот но об этом я в следующем ролике вам расскажу когда я буду говорить про невостребованность вот пишут тоже мне про невостребованность вот почему так происходит обсудим это тоже не случайно все ведь не случайно все все продумано и в том числе такая политика когда людей игнорируют когда люди безразличны когда их не замечают это как вы знаете из предыдущих видео связано просто с ненавистью к людям с человеконенавистничеством которые потом которые находят разные формы в том числе и в форме войны выражается ненависть к людям спасибо за внимание всем благ пишите задавайте вопросы и будьте будьте счастливы любите и будьте любимы то любовь это главное все что все самое прекрасное это про любовь чем больше любви будет тем меньше люди будут хотеть страдать гадить убивать ненавидеть ненавидеть лгать и так далее и так далее есть